Дорогие друзья, мы приехали вновь к Погорельцам. Тебя как зовут? Я так быстро уехал. Мащенко Александр Александрович. Он живет на улице Академическая 59. Телефон я напишу у себя на странице. Человек нуждается. Детям вроде как вещи немножко дали, а он практически голым. Ну я в рабочем, я сейчас выгребаю. Ну практически не девчим ходить. Вот сегодня благодаря Марины Арсеньевой из России, она перечислила денежку. Держи тебе. Денежку. А также вот благодаря Галине из Португалии прислали тут вещички. Вот видишь, и женская одежда есть, и мужская, и обувь есть там для твоих деток. Так что все будет хорошо. И мы находимся сейчас вместе с Юлечкой. Она участник группы «Дружные семьи Донбасса». Так что мы проведали эту семью. И думаю, дружные семьи Донбасса, они останутся безучастными, в стороне, и тоже помогут этой семье. И как-то им нужно встроить материалы, и тому прочее. Каждый день выгребают эту сажу отсюда. Так что думаю, все нормально будет. Мы тебя не забудем, и в дальнейшем тебе поможем. Телефон теперь отбился, и я могу даже на камеру сказать, какой номер. Это ты звонил, да? Сейчас. 071, да? Наверное, давай последний. Ну вот я сейчас наберу. Ага, сейчас он наберет. Спасибо, друзья, большое, потому что очень трудно. У него только сейчас телефон появился, карточка, потому что все сгорело. Оно, еще раз набери меня. Вот он, да. Так, ну, номер сейчас мы скажем, и запишем. 071-449-6483. Кто хочет помочь, помогут напрямую. Да, помогут напрямую, без всяких, скажем, участий. Почему? Потому что, могу сразу сказать, полдня, вот вместе с ребятами, полдня пытались узнать телефон у Ларисы, которая выставила свои данные, которые обеспечивают вещами. Я не против этого. Ну, если люди хотят напрямую помочь, почему бы не сказать человеку, вот, пожалуйста, люди, помогайте. Все, вот он живет. Приезжайте, помогайте. Почему нужно это скрывать, я не понимаю. Саша, я, что вам по мебели, да, я так понимаю, нужна мебель. Сгорело все в доме, правильно? Ну, то, что осталось не торнуто пожаром, оно все в саже, копоте, и непригодно к употреблению никак, потому что я его не вычищу и не выкрашу. В чем вы сейчас остро? Вот прям остро нуждаетесь на первое время. Ну, я так понимаю, вы где-то сейчас живете даже не дома, правильно? Ну, естественно, не дома. Тут не как-то сейчас горько потит и все прочее. Ну, вот, пожалуйста, остекление. Опять-таки, раму вынесли. Я стараюсь сейчас. Я сегодня получил стекла. Опять-таки, той же Ларисы. Нашли стекла, завтра будут стеклить. Что-то как-то. Но у меня внутри выбито полностью до... У меня дом из полушпалка. Снутри был поштукатурен. Снаружи обложен силикатным кирпичом. Пожарные вынесли с этой стены, вплоть вместе со шпалами повыдирали. Остались вот в этой комнате только кирпич. То есть весь этот проем нужно закрывать. Это нужно чем-то застраивать. Ну, то есть кирпич, семент, струйматериалы. Струйматериалы, да, мебель. Пожарные обрезали от столба свет. То есть я могу работать только лишь в световой день. Я вот вечером сейчас буду уходить, потому как... У меня нет возможности здесь находиться. Я бы и до 12 машин могу. Люди организуют и привезут материал хоть какой-то для помощи этой семье. Спасибо.